Главной целью подачи нашего заявления является привлечение к ответственности международных преступников, осуществляющих терроризм, направленный против наших соотечественников. И фамилии известны Байден, Нуланд, Блинкен, Салливан, Зеленский, Ермак, Злочевский, Буданов и это только верхушка ОПГ, Крокус-Сити, обстрелы центра Белгорода, Донецка, политический терроризм, смерть Даши Дугиной, попытка убийства Захара Прилепина, удары пожилым массивом. Терроризм должен быть прекращен. Мы не зря своим заявлением инициировали именно международный процесс привлечения террористов-преступников к ответственности. Адекватной европейской общественности стоит определиться, на чьей они стороне, готовы ли они покрывать международных террористов, которые, кстати, также наносят непоправимый ущерб и их интересам. Следственный комитет России уже отреагировал на наше заявление. Мы требуем скорейшего завершения расследования и вынесения процессуальных статусов для участников международной террористической ОПГ и также признания украинских спецслужб террористическими организациями. Я вчера была в Красногорске и встречалась с семьями погибших людей. Я видела, как 10 детишек остались полными сиротами. Это значит, что у них погибли и мама, и папа. Я видела семьи, где мамы лежат в больницах с ранениями, мужа больше нет, а дети остались совершенно одни. И бабушки с дедушками пытаются снова начинать жить в этих условиях. Я помню 14-й год, когда я вывозила раненых детей из Донбасса. Помню, как одну из машин, которые обстреляли украинской ВСУ, в ней погибли все – мама, папа, бабушка, братик. Осталась только маленькая девочка, которая несколько часов просидела между трупами своих родителей. Я помню, как я везла ее на руках, как она у меня на руках говорила с погибшими родителями. Я это никогда не забуду. Я никогда не забуду маленького Никиту в Мариуполе, который брал у меня бутылочки воды. Он уже не вздрагивал, когда стреляли оружие. Он что-то точно знал, из какого оружия стреляет в этот момент. Он не мог напиться этой воды, потому что он 27 дней без воды, без тепла, без еды со своей мамой просидел в подвалах. Я вижу убийства мирных жителей в Донецке. Я вижу убийства мирных жителей в Белгороде, смерти маленьких детей. Я вижу, как они стреляют по больницам, по детским садам, по школам. Я там неоднократно бываю и вижу эти трагедии человеческих судеб. Я считаю, что терроризм должен быть наказан. И наше заявление – это по факту сообщение о преступлении. Потому что в любой стране, неважно, Россия, Соединенные Штаты Америки, Германия, Франция, если совершено преступление, особенно если об этом узнают средства массовой информации, то даже если нет заявления от пострадавших, правоохранительные органы обязаны возбудить уголовное дело. Но журналист Хёрш обнародует факты преступлений, и никаких действий, никакой реакции мы не видим. Поэтому наше обращение – это по факту сообщение о преступлениях. И мы надеемся, что реакция будет.